МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из основных потребностей человека – чувствовать себя в безопасности, в быту, на рабочем месте и, конечно же, на дорогах. Каждый день пассажиры общественного транспорта доверяют своей жизни водителям такси, маршруток и автобусов и не имеют возможности проверить, соответствуют ли транспортные средства всем необходимым нормам и требованиям. Тема пассажирских перевозок все чаще звучит из уст властей и жителей Покровска. Горожане сетуют, что автобусы грязные, водители грубые, да и состояние салонов оставляет желать лучшего. Часто автобусы просто ржавые, допустим, в салонах грязные, шторки грязные. Сами автобусы старые бывают, особенно вот эти пазики. Не всегда чистые салоны, водители вежливые, не всегда. Есть, бывает, погрешенности, особенно, когда водители курят чаще всего. Вот это вот неудобство. Ну, а так сиденья сломаны очень часто в маршрутках. Сервис, безусловно, потому что набирают лишь бы кого набрать. Вот, и, соответственно, часто и хамство, и всякое такое, да. Вот, ну и парк автомобильный. То есть часто владельцы экономят на нормальных бусах и закупают непонятно что. Курят. Просто. Ну, те люди, которые не курят, им неприятно это дышать, слышать. А так, в принципе, пока нормально. Подремонтировать бы не мешало бы, конечно. Ну, на все это деньги нужны. Статья о желании городских властей проверить пассажирский транспорт Покровска, размещенная на сайте телекомпании «Орбита», собрала десятки комментариев, большая часть которых говорила лишь о ненадлежащем выполнении перевозчиками своих обязанностей. Хотелось бы, чтобы проверяющие особенно обратили внимание на маршрут номер 10, а точнее на расписание, по которому пассажирам приходится ждать по 30-35 минут. Причем на конечных остановках в микрорайоне Лазурном и ЖД вокзале постоянно стоит по 2-3 маршрутки номер 10, чего-то в ожидающих. Как-то ожидая десятку на остановке возле Явора, я насчитал по 4 прошедших маршрутки номер 107 и 108 и не одной десятки. На мое замечание водитель ответил, что ему спешить некуда, что у него впереди длинный рабочий день, что Лазурники поздно просыпаются и что если я так спешу, то почему не поехал на 107 или 108, раз уж они мне так нравятся. Причем все это было сказано с наглой ухмылкой. Больше всего беспокоит грязь в салонах, да и снаружи так же. Маршрутки в основном скрипящие и чадящие. Пора бы подумать о комфортабельных мини-автобусах. Один такой ходит по маршруту 108, приятно видеть и ехать. Кроме того, все пассажиры комфортно размещаются, в остальных же чувствуем себя словно селедка в банке. А в час пик пропускаем по 2-3 рейса, что не только напрягает, но и создает конфликтную ситуацию для работающих. В вечернее время также огромная проблема. После 18 часов кое-как до 20.00 проскакивает 108 маршрут. Других и не видела. А еще после 18.00 маршрутки ходят по какому-то им одним известному графику. Я заканчиваю работу в 18.00, стараясь быстро попасть на остановку в центре возле Явера и жду в лучшем случае полчаса. Уехать невозможно. Сегодня утром после ночного дождя я ехал маршруткой номер 107. Два первых сиденья за водителем были совершенно мокрыми, а над ними с потолка свисал ковролин, в котором еще с полведра воды. Водитель не чувствовал смущения, никто и не пытался извиняться. По поводу маршрута номер 10 поддерживаю. Более грязных маршруток не видел. Отправляясь на работу, выбираю одежду похуже. В такие маршрутки жалко надевать приличную. Скажите, постирать чехлы и шторы хотя бы раз в сезон? Это стоит больших денег? И еще на остановках необходимо разместить информацию о периодичности движения маршруток в разные часы. С целью подтвердить или опровергнуть такие мнения на улицы города вышла специальная комиссия, за работой которой наблюдала и съемочная группа программы «Ступени». На что мы в первую очередь обращаем внимание? Это, конечно, курение водителей за рулем, это антисанитария, это разговоры по мобильным телефонам, ну и плюс еще те нарушения, которые не были указаны вот в этих жалобах. Но хочу сразу сказать, что руководство города не ставит перед собой задачу кого-то наказать, там, лишить работы и так далее. Мы просто хотим обеспечить людям нормальный, именно нормальный проезд в нашем городском транспорте, чтобы были соблюдены самые элементарные нормы маршрутных такси. Под контролем комитета самоорганизации населения около 10 маршрутов, которые ежедневно перевозят до 5000 пассажиров. Людмила Соломкина и Наталья Нестеренко начали свою инспекцию с 7 утра. Именно это время называют часом пик. Почему не даете пассажирам билеты? Да, дают. Давайте пассажирам билеты каждому. Постоянно дают пассажирам билеты. Молодец. Так, санитарное состояние в маршрутке удовлетворительное. Но водитель что-то такое невежлив, я смотрю. Здравствуйте. За меня не платит. В машине плюс 40, как тут вежливается. Пока начало дня. Посмотрим, как будет в течение всего дня. У нас еще впереди три маршрута. Так что, ну попадаются, конечно, вот так как я и пассажир, в том числе бываю ежедневно, попадаются они ради водителя. Мы с ними стараемся совместно с начальником, перевозчиком этих маршрутов всех, стараемся как-то все это дело. Были я в том году, проверяла рейды, делала много маршрутов. Значит, кто нарушал, с тем принимались соответствующие меры. В день проверки почти все маршрутные автобусы были вымыты до блеска. Внешне они выглядели очень даже прилично. Связано ли это с тем, что о визите инспекции работникам автотранспорта было известно заранее, водители не признаются. Уверяют, в таком состоянии машины каждый день. Влажная уборка у нас каждый вечер происходит. То есть перед выездом на линию машина утром чистая всегда. Салон моется каждое утро, всегда влажный. Чехлы стираются, ну, я думаю, раз в месяц. Ну, кто как, ну, у меня-то, ну, раз в месяц, ну, может быть, полтора месяца раз все равно они простирываются. Состояние пассажирского транспорта водители напрямую связывают с качеством городских дорог. Говорят, пыль проникает в салон за считанные минуты. Да из-за плотного графика не всегда есть возможность среди дня помыть полы. Было блюдо, это было бы дорого, потому что не можешь никого. За плечами у Николая Царко более 30 лет водительского стажа. Последние семь работают на маршруте Покровск-Гришино. За день выполняет 9 рейсов, проезжая при этом около 250 километров. Говорит, работа специфическая, требует морального напряжения при общении с пассажирами и физических сил, чтобы устранить внезапные поломки машины. Часто приходится автобус ремонтировать? Часто. Нарекания есть в вашу сторону? Вот слышите? Ой, боже. Тут тебе человек колебается, тут тебе... Каждому не угодишь. Старается не реагировать на конфликтных пассажиров и Евгений Соболев. Мужчина рассказывает, что за день таких людей попадается очень много, и не всегда их нарекания оправданы. Коммунитет уже на таких людей, на конфликтных, ругаться не приходится. Ну, много просто люди не понимают своих, то, что они должны делать. Своих правил не знают, поведение и все. А какие должны быть правила? Ну, какие? Я же говорю, льготная категория, там есть конкретные критерии для них. В маршрутном маленьком такси, там два человека, там автобуса четыре человека. Люди игнорируют это все, не предъявляют удостоверения. Ну, да и вообще многие хамят просто, ну, всякое бывает. У нас просто 500 человек в день мы перевозим, поэтому каждый разные люди. По договору, заключенному между перевозчиком и исполнительной властью Покровска, за один рейс автобус, в котором до 20 посадочных мест, имеет возможность взять двух льготников. Если в транспорте более 20 мест, пятерых. Но, по словам жителей Покровска, водители не всегда выполняют это правило. Так, в ходе проверки, проведенной представителями самоорганизации населения, был зафиксирован такой факт. Мерседес 2014, белого цвета, водитель, грубый. На него очень поступало жало в устном виде. И вот сейчас мы стояли на остановке, зашли к нему, пока он стоял, остановился только что, мы сразу зашли к нему. Я поздоровалась, зашла культурно, все хорошо. И смотрю, что вы здесь смотрите. Я говорю, ну что вы, мне не разрешаете посмотреть по маршрутке? Я смотрю просто правила и все такое прочее. Где ваши билеты? У него билеты вообще там в углу лежат. Он, вот, я говорю, почему они у вас не на видном месте, и пассажирам надо отрывать билеты. Вот они, мне удобно там, пусть там и лежат. Все. Он не реагирует ни на какие наши замечания, ни на что не реагирует. Подошли двое людей, мужчина и женщина, пенсионеры. И он перед ним закрыл дверь и уехал. Они ему машут, он все равно уехал. Когда не нужно, даже могут остановиться и среди дороги. А увидели, что пенсионеров, увидел, все и уехал. И это лишь одно из нарушений, которое было занесено в протокол проверки. Десять документов, составленных инспекцией, уже переданы в транспортный отдел. Впереди заседание комиссии, которое и будет решать, как улучшить качество пассажирских перевозок. Проверка была не самая плохая. Но если говорить о результатах, то, конечно, самый плачевный результат – это на маршрутах 28 и 28А. То есть это поселок Супченко. Там и антисанитарийное состояние, там и не выдавали людям билеты и так далее. На всех остальных маршрутах, будем говорить, состояние нормальное. Особенно хочу отметить 11 и 12. Но возможно, еще раз повторюсь, возможно потому, что просто все были предупреждены и готовились. Но будет ли так всегда? Тем более, что обеспечение надлежащего санитарного состояния автобуса проконтролировать очень сложно. Насколько чисто в салоне могут определить только пассажиры? Другие инстанции с 2014 года, когда Донецкую область обозначили зоной АТО, на проверку получили табу. На сегодняшний день, согласно законодательству Украины, плановые проверки мы не проводим. Мы находимся на территории АТО, где запрещены плановые проверки. Внеплановые проверки по жалобе граждан мы можем проводить, но она должна быть оформлена по всем правилам. Там должно быть наименование частного предпринимателя, который занимается перевозкой, его идентификационный номер, его адрес и какие нарушения. При наличии разрешения или организовать неплановые проверки может и с полком, включая у нас состав комиссии. Мы тогда можем принимать участие в этом. Мы не преследуем цели кого-то наказать или уволить. Об этом речи нет. Мы просто хотим, чтобы люди ездили в нормальных условиях. Ну, хочу сказать, что такие проверки будут проводиться каждый месяц. Больше никто об этом никого предупреждать не будет. Это будут внезапные проверки и потом по итогам этих проверок уже будем делать выводы. Полный под завязку салон, духота и малоприятные запахи – все это более чем хорошо знакомо пассажирам, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта. Кроме вероятности испачкаться, именно в такой среде поселяются опасные инфекции, подхватить которые может каждый. Любые вирусные переносчики вирусных инфекций, кишечные инфекции, ну, те, которые переносятся контактно-бытовым путем или воздушно-капельным путем, вот это они могут быть. То есть даже такие страшные, как туберкулез, вирусный гепатит, да, ОРВИ, грипп, вплоть до того, что этими же руками трогают поручни, если был заражен человек, есть вероятность того, что можно заразиться и кишечными инфекциями. Своевременная дезинфекция салонов и замена чехлов на сидениях в значительной мере позволяют обезопасить пассажиров, уверяют медики. Но зачастую водители просто пренебрегают этими правилами, ссылаясь на нехватку времени или дороговизну таких услуг, как химчистка. А произвести вот чистку салона, если куда-нибудь чистку, вот сколько это? Тысяча. Тысяча гривен, да? Да. Чистка салона. Да. Естественно, вы, как водитель, не можете себе этого позволить. Никто не может себе позволить. Ну, у нас нет спецмагазина, где хлеб по 30 копеек, колбаса по 2 рубля. С каждым годом перевозчикам приходится минимизировать свои расходы. Говорят, меры эти вынужденные, связанные с низкой стоимостью проезда и дороговизной обслуживания транспорта. Все города нашей области, также Украины, уже давно был проведен финансовый анализ расценок на перевозку пассажиров. Но пока у нас еще в городе этот вопрос остается открытым. То есть вы хотите пересмотреть стоимость проезда? Да, мы бы хотели пересмотреть, потому что 3 гривны на сегодняшний день это уже не актуальная цена. Мы работаем просто в убыток. Автопредприятие «Покровска», которое является практическим монополистом на рынке услуг по пассажирским перевозкам, насчитывает около 50 единиц транспорта. 108, 107, пятерка, двойка, тройка, десятка и другие автобусы ежедневно обслуживаются в этом месте. Перед выездом на маршрут обязательный осмотр механика автопредприятия. По заезду проверяем автобусы. Наличие всего, состояние резины, состояние механической части, электрику, предохранители, чтобы были без жучков, состояние салона. Ну, все то, что входит в тех обслуживание автомобиля. Автобус может выехать на рейс без вашего осмотра? Нет, никогда. Так, с фонарем в руках, Анатолий Евгеньевич проверяет каждый автобус. Проводить осмотр старается вечером, чтобы утром не задерживать водителей. Да и в случае обнаружения какой-нибудь неисправности, чтобы было время на устранение неполадок. Чаще всего это из-за наших дорог ломаются рессоры. Еще одним специалистом, без подписи которого транспорт не выедет на маршрут, является врач. Каждое утро он проводит профосмотр водителей. Все данные заносит в специальный журнал. Таким образом ведется мониторинг здоровья сотрудников предприятия. Фиксируются жалобы больного, записывается время обращения к медику, записываются фамилии инициалы, жалобы спрашиваются у больного. Потом измеряется давление, измеряется пульс, потом проба на алкоголь. Выехать на маршрут без печати Павла Николаевича в путевом листе водитель не может. За этой процедурой следит строго и инженер по безопасности движения Виталий. Объясняя принципы работы перевозчиков, рассказывает, что требования к ним достаточно высокие. И не всегда получается выиграть тот или иной тендер на оказание услуг. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, который объявляется заказчиком, необходимы условия. Прежде всего это лицензия, второе это нужна производственная мощность, нужна стоянка, нужны медработники, нужны инженерные работники. На данный момент конкурсная комиссия, все вот эти показатели, они дают баллы тебе. Каждый показатель, наличие работников, наличие производственной базы. Состояние автобуса. Да, также влияет, большое влияние на баллы имеет год выпуска транспорта. Чем новее автобус, тем, естественно, более вероятно, что ты будешь победителем в этом конкурсе. Закупать новые единицы транспорта может позволить себе далеко не каждый перевозчик. Уж очень дорогое это удовольствие. Хотя частому предприятию, в котором и трудится Виталий, все же удалось пару лет назад немного обновить свой автопарк. На протяжении 2016 года нашим предприятием было закуплено 6 автобусов марки Богдан А-092, городского типа. Он является более комфортным, чем нынешние «Газели». Его пассажировместимость общая составляет 43 места, 22 посадочных, 2 двери, вход-выход. Автобус более комфортный. Судя по отзывам наших пассажиров, эти автобусы являются более подходящими для городских перевозок в нашем городе. Эти автобусы на данный момент стоимость более 1 миллиона гривен. Автобус Богдан. Также на сегодняшний день Часовоярский ремонтный завод производит «Газели». Они тоже довольно-таки комфортные, двухдверные, городские, удобные. Но цена их тоже в районе 800 тысяч гривен. Невооруженным взглядом заметна разница между изношенными пазиками и новенькими Богданами. В таких маршрутках более просторно и гораздо больше пассажирских мест. Еще одной особенностью таких автобусов считается наличие пандуса для удобства перевозки людей с ограниченными возможностями. У нас уже на маршрутах города работают и руты, предназначенные для перевозки инвалидов. Также работает автобус Богдан, который специально в заводских условиях был сделан для перевозки инвалидов в инвалидных креслах. Он с пандусом. Если остановка соответствует ГОСТам, всем стандартам, которые предусмотрены, то без проблем мы уже возили не один раз наших инвалидов. И они остались довольны от таких поездок. Они рады, что у нас есть в городе такие автобусы. Как ни странно, но далеко не все жители Покровска знают о таких возможностях городских маршруток. Не раз вопрос о доступности общественного транспорта они озвучивали на приеме у городского головы. Есть обращение граждан с ограниченными возможностями. И сейчас мы разрабатываем новый график, чтобы автобус, один автобус с пандусом ходил по всему городу. Пусть это будет два раза в день, но зато человек, когда он придет на остановку, он будет знать, что он именно заедет по пандусу в автобус и поедет дальше. Но пока это только в стадии рассмотрения. Это вопрос очень непростой, поверьте мне. Почему? Потому что это определенные автобусы, которые, к сожалению, в городе всего один. В стадии рассмотрения и график движения уже имеющихся маршрутов. Ведь зачастую после 20.00 уехать из одной части города в другую практически невозможно. Некоторые маршруты есть до 6 вечера, есть до 7, есть до 8, десятки. Есть некоторые графики, не все маршруты. Вернее, не все графики должны работать до 10. Там в расписании все есть и потихоньку количество автобусов уменьшается и уже там к 10 часам остается одна-две машины. Есть вот 16 графиков расписания, оно все взаимосвязано. И как бы мы самостоятельно не можем это все поменять. У нас есть расписание, есть другие перевозчики, которые там работают, либо же они должны там работать. Я же говорю, ну мы как бы со своей стороны все договорные условия, которые у нас есть, вот расписание мы выполняем. Потому что, я же говорю, мы осуществляем и на линии контроль, и также при заезде автотранспорта с линией вечером у нас есть журналы, все это пишется. Что ж, если внести свои коррективы в график движения маршруток пассажиры не могут, то вот повлиять на качество предоставляемых услуг вполне реально. Оставлять свои пожелания и высказывать замечания можно не только на сайте телекомпании «Орбита», но и непосредственно самому перевозчику. Для этого существует горячая телефонная линия, номера которой есть в каждом автобусе. И, как показывает практика, чем больше будет звонков, тем больше вероятность, что на недостатки обратят внимание и примут меры для их устранения. Субтитры создавал DimaTorzok